Приветствую вас. Я, конечно, вас понимаю. Я понимаю вашу проблему, понимаю, что вы переселяете за своего молодого человека, прекрасно это понимаю. Вот. Вы знаете, мне кажется, что основная трудность у вас, тем, как вы понимаете причины и следствия, то есть и цели, и цели. То есть, как вы понимаете то, что вы хотите, да, например, как вы понимаете то, что вам, ну, допустим, нужно то, что вам, допустим, хочется по отношению к молодому человеку. Вот. А тоже и, и то, что действительно нужно делать. Понимаете? То есть, то есть, если вы действительно хотите, чтобы он не пил, если вы действительно хотите ему помочь, то здесь потребуются действия. Определённые действия. Не всегда, к сожалению, приятные действия, но действуют. То есть, вам нужно признать тот факт, что ваш молодой человек, ну, он, вот, страдает алкоголизмом. Да, то есть, это, по-моему, первое. Это не делает плохого, это не делает плохим, точнее, это не делает плохим вашего молодого человека, это не делает его каким-то неправильным, это просто есть. То есть, начать нужно с того, что вы признаете, что молодой человек не может контролировать употребление алкоголя. С этого, с этого и начнётся ваше дальнейшее поведение. Именно с этого вы и начнёте двигаться дальше по своей жизни, по своей позиции. То есть, неважно, здесь уже будете вы думать о себе или вы будете думать о нём, неважно. Сначала нужно признать, что у молодого человека проблема. Это проблема алкоголизма. Алкоголизм не является классической болезнью, как её преподносят некоторые люди. Да, вот, ну, допустим, там, врачи и так далее, вот. Помимо случаев достаточно тяжёлого алкогольного отменения, когда на человека тоже влияет, там, достаточно сильно. Алкоголизм не является такой болезнью. Алкоголизм не всегда болезнь психологическая. Не психическая, а психологическая. Потому что если человек, если человек алкоголь употребляется темастично, значит, он, соответственно, всё-то в нём для себя находит. И, как правило, это определённая для такого же человека определённая выгода. Вот. Как правило. Поэтому первое, что вам нужно признать, что вам нужно признать, это то, что ваш молодой человек страдает именно зависимостью от алкоголя. Дальше. Вы пишите. Мой молодой человек часто выпивает. Месяц назад он осознал, что пить ему нельзя. Пил водку, спит по три дня, после этого ему стало очень плохо. Опирал сознание. Вот. То есть, не совсем понятно, что вы подразумеваете просто осознал. Да? То есть, что значит осознал, что ему нельзя пить. Как это вообще? Ну, понятно, да? Что вот он осознал, что ему нельзя пить. То есть, как это можно понять? В этом, именно в этом контексте, что вы хотите сказать? То есть, он осознал. Осознал это, как, решил, что больше пить не будет или что? Или ему сказали врачи, что ему нельзя пить или как? Понимаете? То есть, вот здесь как-то вот не совсем, не совсем понятная история. Именно здесь конкретно. Вот. То есть, мне, конечно, хотелось бы, да, чтобы, ну, чтобы вы, как-то вот, немножко, данную историю прояснили. Чтобы она была более, более понятной. Вот. Потому что, в зависимости от того, как именно происходило осознание молодого человека, да, вот. Ну, именно вот. Именно в зависимости от того, как происходило понимание молодого человека, что пить ему нельзя. Ну, тут, в зависимости от этого, уже можно говорить о каких-то вещах, да, тут уже можно говорить о каких-то аспектах. Вот. Которые, ну, так иначе относятся. Значит, с этим понятно, да? Надеюсь. Дальше вы пишите, так, значит, сейчас столько пива пьет, но часто по выходным и по праздникам. Ну, опять же, какое количество пива он пьет, да, то есть, насколько это на него влияет, если, если влияет, вот. То есть, ну, в принципе, пиво, да, то есть, ну, как конкретно на него это влияет, если влияет, вот. То есть, ну, в принципе, пиво, да, это не такой уж и сильный мощный напиток алкогольный, да. Вот, конечно, многое зависит от того, как он его пьет, сколько он его пьет, да. То есть, если это прям большие количества, то это, конечно, да, это, конечно, проблема. Если прям большие количества пива, что он, он там, ну, грубо говоря, пьет, вот это вот, пьет, соответственно, что начинает, естественно, по-другому, вот что-то, тут вот такая что-то. Ну, а это все нужно выяснить. Я пытался с ним поговорить, о чем? Убеждаю его, но пока бесполезно, я только понял, что ему нельзя пить водку в петлю. Ну, как бы, тут можно сказать, что процесс начался, да, но вот обратите внимание, пожалуйста, на что, вот именно обратите внимание на то, что именно послужило, послужило для мужчины, да, вот что именно послужило для мужчины, понятием, вот, то есть, как он пришел к тому, что понял, что пить ему нельзя. Как он, как он к этому пришел? А пришел к этому только именно через, вот, негатив, да, то есть, ну, через, ам, плохое состояние. То есть, именно через обратное связь пришел человек к этому. Он не пришел к этому благодаря уговору, да, он не пришел к этому благодаря своим каким-то пониманиям, своим каким-то понятиям и так далее, вот, он пришел к этому исключительно только через свой опыт. Через свой такой вот, может быть, негативный, но опыт. И правда заключается в том, что только так, только столкнувшись с последствиями своих действий, человек может понять, что пить ему, например, больше нельзя, вот, только столкнувшись с пониманием того, к чему приводит его действие, то человек может перестать пить. Реально. Поэтому, когда вы его уговариваете, когда вы с ним разговариваете, вот, это все, вы в данном случае проявляете себя исключительно как его родитель, причем, причем, родитель такой, ну, достаточно, ну, чтоб, ну, скажем, вы простите, пожалуйста, меня за такие вот слова, да, негативные, может быть, но я думаю, что, ну, правда, как бы, ну, вот, ну, это правда будет, что родитель такой достаточно недалекий, недалекий родитель, родитель, который думает, что вот он сейчас поговорит и все решит, то есть человек может прислушиваться к уговору. То есть, понимаете, его поведение, да, его поведение, его такое, ну, его такой выбор, скажем так, выбор поведения, вот, он ведь формировался не на пустом месте, он формировался не за один день. И уговоры, что это именно слова, отказаться от этого, да, на самом деле, они, эти слова, не так уж действуют. То есть, без желания самого человека, ага, решить проблему, понять, что проблема не в алкоголе, что алкоголь это всего лишь следствие, а что проблема, она, как бы, ну, несколько в другом, в ином, да, вот. Это может только сам человек, а уговоры его лишь только подтверждают. То есть, уговорами он получает то, что ему нужно. Ведь если бы не было уговоров, да, вы бы, соответственно, вели себя по-другому. Если бы не было, если бы не было его алкоголя, вы бы не делали для него там того, что вы делаете. Не важно чего, всего, отказаться всего. Знаете, то есть, для человека есть определенная выгода. Для человека есть определенная выгода в этом поведении. Так что уговоры здесь не помогут. Вот. Далее, вы пишите, у нас есть общий ребенок, у нас есть общий ребенок, растет, и я не понимаю, почему он не может взять себя в руку. Потому что это неконтролируемое проведение. То есть, как бы, человек не может, он это не контролирует, это недаром считается болезнью. Алкоголизм, по крайней мере, алкоголизм спорадический, если он спорадический, это неконтролируемое, это болезнь. Ну, а дальше это уже идет психологическая проблема, которая уходит своими контактами, как правило, в детстве. Вот. Вот вы пишите, что у вас общий ребенок растет. Это уже вопрос к вам. А почему вы решили завести ребенка с таким человеком, да? То есть, вот, как вы сами к этому пришли, и почему вы к этому пришли сами, и так далее. То есть, это уже вопрос к вам. Почему, как, что вас связывает с мужчиной, да? То есть, вы не говорите, что это, например, ваш муж, это просто молодой человек. Получается, что молодой человек, он вам не муж, но у вас общий с ним ребенок. Так вы извините, а вы, получается, с ним завели ребенка, но при этом не подсунились? По какой причине такая история? Из-за чего такая история? Важный этот момент? Да, это важный момент. Очень важный момент. И это уже вопрос к вам. Насколько вы сами, вот, способны организовать свое личное пространство, да? В свое время, в свои ресурсы, и так далее. Дальше, значит, так. Он никак не может отстроиться на работе. Вот, понимаете, я здесь могу сказать, да? Повторяю, к сожалению, слова своего коллеги, да? Что вы здесь ведете себя, как классический созависимый партнер. Вот. В каком смысле? Классический созависимый партнер. Ага. В том смысле, что вы думаете о нем, да? Вы думаете о нем, но вы не думаете о себе. Вы говорите, что он больше беспокоит, почему он беспокоит меня больше. Что вот он не может отстроиться на работу. Вот я не понимаю, почему у него может, почему он не может взять себя в руки. Вот это все. Понимаете? Но ведь у вас ребенок. Понимаете? У вас растет ребенок. Ребенку нужна мать. Ребенку нужен нормальный отец. Да? То есть, как бы, ну, нормальный, но это в этом плане. То есть, не травмирующий его. Вот. А вы ему этого не даете, получается, ребенку? То есть, ребенка остается без внимания. Ну, это я так немножко, в глобальном смысле слова. Сейчас говорю. Ребенок остается без внимания. И для ребенка, для ребенка волей-неволей, получается, такая история, что, вот, папа пьет, да, мама на него обращает внимание. Я не пью, да, я тут ничего не делаю, на меня внимания не обращают. То есть, когда у меня все в порядке, когда у меня все в порядке, я не нужен. Вот какой посыл, какой посыл, именно посыл, вы, значит, даете ребенку, значит, своему, в данном случае. Я понимаю, что вы не хотите такого посылу давать своему ребенку, я понимаю, что вы, на самом деле, его любите и так далее. Ну так, вы, своим поведением, своим поведением, вы демонстрировать ему именно это. С одной стороны, вы демонстрировать ему то, что себя, как бы, вот, именно себя, да, любить не нужно, а себе заботиться, как бы, ну, не стоит, а себе заботиться не нужно. Вот. Другие люди, они, а, ну, что-то, превыше всего. Вот. Ну, и, соответственно, что человек привлекает внимание только, когда ему плохо. Вот. Вот. Знаете? Какая история. Вот, что вы даете своему ребенку таким поведением. Ну, и я не уверен, что это хорошее, хорошее, хороший посыл. Я не уверен, что это, ну, что это, как бы, позитивно для ребенка. Хорошо. Вот. Но именно это он получает. Именно данный аспект, данный посыл он получает. Понимаете? Вот. Если вы этого не хотите, если вы этого не хотите, то вам нужно срочно свое поведение менять. Дальше, ну, никак не может застроиться на работу. Ну, так опять же, а какой мотив? Вот смотрите, он не может застроиться на работу, да, а деньги на алкоголь у него есть. Откуда? Не осуждайте меня, не осуждайте меня. Да не будем мы вас осуждать. Мы понимаем. Я понимаю, что вот, судя по тому, что вы завели ребенка с мужчиной, который на что-то, не является вашим мужем, да, у вас заниженная самооценка. Вот. Возможно, вы боитесь относаться одна. Возможно, вы не уверены в себе. Возможно, считаете, что если не он, то вы ни с кем не будете больше вместе в отношениях. Что теперь, да, женщина с ребенком никому не нужна. У вас тоже есть свой определенный негативный жизненный сценарий, которому вы следует. Вот. И все. И тут не осуждать вас нужно, а помочь вам. Мы хотим помочь. Дальше. Изни, когда он не пьет. Ну и что? К чему, к чему вы это? Я плачу и плакал, когда он пьет. И вот, опять же, да, аноним. К чему вы это сказали? К чему вы это написали? Я плачу и плакал, когда он пьет. Так это ваш выбор, наверное. То есть, человек как поступает, да, вот как поступает человек? Если человек плачет, значит его что-то расстраивает, правильно? Ну, наверное, да, его приводит что-то расстраивать. Если человек вас что-то расстраивает, он просто с этим старается что-то сделать. Правильно? Человек с этим что-то делает, чтобы его это не расстраивало. Логично? Мне кажется, более чем. Вы, судя по всему, да, вы с этим ничего не делаете. Ну и возникает вопрос тогда. Может быть, вам так нравится? Может быть, вы считаете, что вы должны плакать? Может быть, вы считаете, что вы должны страдать? Может быть, вы считаете, что по-другому нельзя? Так вот, это вопрос к вам, на самом деле, больше. Так, еще дело в том, что его мама вообще пьет водку и пиво. У нее это вообще плохо с здоровьем. Пять раз делала работу, сейчас у нее проблемы по-женски и серьезные. Ну, это значит, что, значит, ваш молодой человек, это, значит, как бы, ребенок родителя алкоголика. То есть, ребенок зависимого родителя сам является зависимым. То есть, зависимый человек, да, передал по наследству зависимое же поведение. Мама добивалась определенными, определенных целей своих, определенным способом, способом. Вот, и ваш молодой человек добивается определенных целей, определенными способами. Вот, не осознанно это делает. Понимаете? Короче говоря, все ваши действия, которые вы сейчас совершаете, они не избавляют молодого человека от алкоголя, ну, от проблемы алкоголя. Они его не избавляют. Они ему только помогают. Они ему только подтверждают, что он правильно это делает. Понимаете? Я рекомендую вам почитать книгу нашего Валентина Маскаленко. Это автор Валентина Маскаленко. «Созависимость. Семейная болезнь». Прочтите эту книгу. Это книга для тех, кто живет с алкоголиком. Не для самих алкоголиков, а для тех, кто живет с ними. Прочтите эту книгу. Книгу можно найти пока еще в свободном доступе в интернете. Вот. Прочтите эту книгу. Я думаю, после этого вам нужно будет обратиться за психологической помощью для того, чтобы подкорректировать свое поведение. То есть, подкорректируйте свое поведение не вы, изменится молодой человек. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.